Денег на уборку снега не хватает. С таким письмом в Думу города обратился один из руководителей управляющей компании «Сервис-3». При этом в администрацию Сургута коммунальщики не обращались. Там они якобы регулярно получают ответ, который их не устраивает. При управлении многоквартирным домом управляющей организации размер платы за содержание жилого помещения определяется на общем собрании собственником помещения в таком доме с учетом предложений управляющей организации, которая должна сама разработать свои тарифы и на общих собраниях их утвердить. В мэрии говорят, что устанавливают тариф только для муниципального жилфонда. Утверждение сумм на зимнюю уборку дворов по закону является обязанностью именно управляющих компаний. Делать это необходимо через решение общего собрания собственников каждой многоэтажки. Но коммунальщики утверждают, что в реальности сделать это невозможно. Поэтому коммунальщики и просят помощи в разработке законодательных инициатив по зимнему содержанию дворов. О проблеме в курсе губернатора Югры. Наталья Комарова на прошлой неделе собирала совещание с участием представителей Нефтьюганска, Хантамансийска и Сургута. Везде жалуются на сильные снегопады, накрывшие регион этой осенью и зимой. Уже сегодня имеем такое резонансное положение в городе Сургуте, когда ни во двор въехать, ни со двора въехать. Ещё такого у нас никогда в жизни не было. Дороги-то мы как-то чистим, и к дорогам-то претензий у нас нет. Почему? Давайте поймём. Полигоны те же, всё те же. Значит, где-то собака в другом месте зарыта. Вот подскажите, где она зарыта. В мэрии уверяют, тарифы на уборку улиц и дворов примерно идентичны. Всё дело во времени, за которое чистят одну и ту же по площади территорию. Сознательные собственники одной из многоэтажек Сургута решили помочь своей же управляющей компании. Жители, собственно, помогли управляющей компании, по-другому не скажу. Убрали свою технику всю с придомовой территории. И площадь для очистки управляющей компании освободилась от вот этих машин, вокруг которых они должны лагировать. От этого у них увеличилась скорость уборки, минимизировались, соответственно, затраты техники. То ли она 10 часов там будет ёрзать в одном дворе, то ли она уберёт за полтора-два часа. Строительство новых полигонов для хранения и утилизации снега вряд ли сможет решить проблему удорожания услуг. Сейчас кубометр осадков принимают по цене 40 рублей. Те, которые появятся в будущем, будут соответствовать последним требованиям экологической безопасности. И стоимость их услуг окажется в полтора-два раза выше. Отметили эти места, да, или ограничили эти места, которые должны быть. И после того, как они будут утверждены, и когда мы получим утвержденный генплан, мы будем двигаться, по крайней мере, мы будем выходить с таким предложением. Но, сразу скажу, муниципальный полигон, это не значит полигон бесплатный. Среди предложенных вариантов формирование специальных фондов на счету каждого сургутского дома. Деньги из них можно будет тратить только на уборку территории. Сейчас по правилам чистить должны не реже раза в месяц. Дополнительная кубышка позволит в случае согласия всех собственников убираться чаще. Как один из вариантов, я вижу решение с помощью организации муниципального полигона, который был бы регулировать тарифы на прием снега. То есть, основная проблема, на которую жалуются подрядчики, это именно на стоимость утилизации снега. Предложите управляющим компаниям семейные участки для организации полигонов. Пускай они сами объединятся, я не знаю, там, создают консорство, они будут сами строить полигоны, зарабатывать. В конце концов, решать этот вопрос самостоятельно. Но в данном случае создайте им все условия для того, чтобы они это сделали. Знаете, здесь же два игрока. То есть, например, если управляющие компании не устраивают тарифы, так скажите, ищите собственники другую управляющую компанию, которая вам на три копейки будет этот снег вывозить. И все, и рынок все решит. В парламентарии рекомендовали коммунальщикам изменить подход к проблеме и воспользоваться советами, полученными от депутатов. Кроме того, в мэрии рассказали, что вышли с инициативой разрешить управляющим компаниям эвакуировать машины, стоящие во дворе во время уборки. Правда, с одной оговоркой. Если собственники были заблаговременно предупреждены. Инициатива сейчас изучается. Татьяна Расторгуева, Дмитрий Круковец, Сергей Коликов, Сургут Интерновости.